...разноцветные флаги и транспаранты. В руках довольных трудящихся появляются шары, которые то и дело взрываются с оглушительным треском. Публика спешит сфотографироваться с Михаилом Горбачёвым и его внучкой. Впрочем, экс-президент охотно позирует. Он впервые за 10 лет собирается пройтись вместе с колонной. Первомай, признается Горбачёв, для него праздник не политический. Да нет, я думаю, это не пережиток, это навсегда останется. Без людей труда ничего не обойдётся в мире. Как это пережиток? Это праздник мира, труда, солидарности. Я его так воспринимал и воспринимаю сейчас. И такая позиция нашей партии, социал-демократии. В назначенный час толпа ликующих демонстрантов приобретает очертание колонны. Её возглавляет профсоюзный лидер России Шмаков. За ним следуют сами профсоюзы и в хвосте партия Горбачёва и ОВР. На главном транспаранте ОВР многозначительная надпись «Наша воля в единстве, но наши сердца в отечестве». Сегодня было отчётливо видно, страна изменилась. Красный цвет по сравнению с прошлым годом сдал свои позиции. Теперь внесли флаги всех цветов и мастей. Вдоль всей Тверской оживлённая торговля. Гражданам предлагается приобрести нахладные уши, пирожки, российские флаги, красные носы и газировки. Всё по 10 рублей. Голос из динамика придумывает повод, чтобы демонстрантам было за что кричать «Ура!». С особым энтузиазмом воспринимается то, что нынешний Первомай – ещё и первый в новом тысячелетии. Лозунги этого года – повышение уровня заработной платы и отмена единого социального налога. Мы жёстко будем добиваться его отмены, этого налога. Плюс лозунг, конечно, принятия Трудового кодекса, такого, который был бы выгоден трудящимся. О том, что права трудящихся у нас зажимают, в колонне рассказали только на митинге, в финале шествия. После торжественного прослушивания гимна, слово предоставлялось и водителю автобусного парка, и депутатам Госдумы, и столичному мэру Лужкову. Казалось бы, всё нормально, а счастья нет. Мэр поведал демонстрантам, почему же нет этого счастья. Как нет ни повышения уровня жизни, ни социальных льгот, ни роста экономики. Оказалось, что виновата по большей части правительства России. Президенту говорили только спасибо.